Ом Ти Ви Юей про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обовязково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Собрались вони троє з Ларца одинакових лиців. Но вот в этом смысле заявление Макрона накануне Веймарского этого саммита означает, что в этой тройке идет внутренняя очень сложная борьба. Ну прежде всего между Шольцем и Макроном. А второй момент, ну личностный. Понятно, что Макрон такой, ну как бы свои комплексы, свои какие-то недооцененность якобы наполеоновская там или еще какая. То есть он напоминает, знаете, такого мелкого уличного хулигана, который грязно ругается, машет кулаками, но никогда не ввяжется в идущую драку. То есть, ну гальский петух, он везде петух, как бы. У него вот такой вот образ, такие внутренние комплексы. И он из этого исходит. Он будет делать прямо противоположные заявления, любуясь собой. Ну так скажем. И на этом, да, и на этом фоне, конечно, вот Макроновских всех этих, так скажем, выступлений, они очень органично стыкуются с другим, ну классиком, садовником. Боррелем, который вчера наговорил в США много, там целый блок, коллега уже отмечал. Но я отмечу два, мне это во-первых. Но он сделал, кстати, не ведая, видимо, того, сделал очень интересное заявление. Он сказал, что в случае победы, значит, поражения Украины, победы России, союзы вокруг Европы и Америки ждут колоссальные последствия. Последствия. То есть фактически он как бы прогнозирует демонтаж европейской НАТОской блоковой системы безопасности. Там разные могут быть сценарии. Причем это выражает невольный-вольный страх, рост этого страха. Причем тут разные сценарии. Может быть лобовая колоссация, может останется Европа в рамках вот этой прокси войны. Этого никто не знает. Но в любом случае он это озвучил. И второе, ну этот многострадальный Папа Римский опять подвергся очередной атаке теперь Борреля. Значит, был Зеленский. Вроде все утихло. Все, значит, забыли. Нет, Боррель, значит, не надо лезть Папе Римского в этот чужой сад. Что же их так корежит-то, значит, как бесов в храме, значит, вот и Зеленского, и Борреля, и других? А я отвечу. Просто Папа Римский, не являясь ни Путиным сторонником, ни сторонником Зеленского, он как бы якобы выражает свою личную точку зрения, но фактически влияет на многомиллиардную христианско-католическую, естественно, часть мира. То есть фактически, как бы, они пытаются, и Боррель, и Зеленский, и другие, как бы, купировать, ну, снизить, ослабить это влияние, но это очень слабо. То есть возникает ощущение, что, как бы, ну, понятно, все это проецируется же на Украину, на украинское общество. То есть Папа Украина, Зеленский. Возникает ощущение, что Украина это, как бы, такой падающий самолет. Причем сроки падения никто не знает, но он точно падающий. Как известно, в самолете, в падающем самолете нет атеистов. И, да, и Зеленский, и Боррель, и другие, понимая, что он падающий, этот самолет, они, тем не менее, хамят Папе Римскому, ну, фактически, навлекая на себя, как пишется в Евангелии, в Святом Писании, пропасть тьму искрежет зубов. Очень рискованное занятие. То есть, да, ну и, конечно, отчет Столпингера по годовому, значит, по НАТО, по всем этим делам. Понятно, там есть технологическая, военная часть, 2% увеличения расходов, проблемы. Но за этим всем тоже стоит проблема, которая не озвучена в докладе. Но она точно есть. Она проскальзывает у Борреля, и она четко видна у Столпингера. Это то, что фактически проблема, как бы дальнейшей эскалации, дальнейшей стратегии НАТО упирается в дилемму. Или все-таки мы идем на лобовое столкновение после поражения Украины с Россией. Готовы мы? Нет. Есть силы. Как Америка? А вдруг де-американизация после победы Трампа? Либо мы сохраняем формат прокси, говоря, что мы поддержим, мы за вас и так далее. Вот эта дилемма пока не разрешима. ОМТВЮА про Головне. Мы продолжаем тему погроз Путіна, и, в частности, и Краинам НАТО. Так вот, немецкие спецслужбы в своем известе нещодавнем прогнозируют напад Российской Федерации на НАТО в 2026 году. Какие знаки могут на это вказать? Как вы думаете? На это, можно сказать, только одни отзнаки. Перемога над Украиной и оккупацией Украины. Это главное, что есть чинниками, которые бы сприяли такими возможными действиями с боку Российской Федерации. Поки стоять Украина, никакого напада на НАТО они не сделают. Ну, а я маю на увазі якась передислокація військ, формування певних резервів, виробництво нових озброєнь в Российской Федерации. Чи є все, що вказує, що Росія готується до певного протистояння з Північно-Атлантичним альянсом? Росія находится в стане войны. Вона переводить экономику, яку еще не перевела, а намагается перевести на военні рельсы. Вона займається питаннями мобілізації. Вона займається питаннями підтримання внутрішнього правопорядку, утримання диктатури для того, щоб не було ніяких там правих, лівих потоків. Вони посилюють кордон з Україною, наприклад, з Фінляндією, створюють додаткові військові округи. Лінінградський округ повертається, Московський і так далі. Все це свідчить про те, що вони проводять необхідні військові, воєнні, скажімо так, заходи, які сприяли б підвищу їхній обороноздатності, скажімо так, образно. Але це ж обороноздатність, така річ, вона може бути і активною, а може бути і пасівною, тобто наступальною або оборонною. І в даному випадку, безумовно, все буде залежати від їхніх успіхів, наскільки будуть діяти на них санкції економічні. Якщо санкції будуть такі, як зараз чи в минулому році, то, безумовно, вони можуть накопити більше можливостей щодо підготовки війни з НАТО. Якщо будуть менші, то вони не будуть з цим питанням впоратися, тому не зможуть ефективно готувати економіку. А непідготовлена економіка для такої масштабної війни з НАТО, вона, ви розумієте, буде для них нічимною. Тому, я думаю, так, що в цілому Росія себе так веде, тому що вона вже в стані війни, вона готується, переводився на воєнні рельси, готується в законодавство, підготувала, працює зі своїми громадянами на ці питання і так далі. Тому казати, що їм якісь додаткові підготовчі факти або дані їм не потрібні. Зараз ми наносимо по ним економічний удар, намагається нанести по їхній енергетичній сфері економіки. І все це, безумовно, для них зараз буде нічимним в плані того, що воно буде впливати на якість підготовки або і взагалі на зрив до підготовки, до цих питань, про які ми з вами говоримо. Тому все, що буде зараз вирішуватися, буде НАТО, чи країни НАТО попадуть під молохом Росії, чи ні, буде відомо тільки після того, як Україна або впаде, або виграє. Підпишіться на канал і не пропускаєте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео. Дякую.